что сегодня мы говорим о том, чтобы такого съесть на самоизоляции, чтобы стало хорошо, какие продукты добавить, чтобы не заболеть. Также Сергей обещал нам сегодня 150 полезных упражнений, которые я не делаю. Объясните, почему я это не делаю. А я представляю тем, что нас не знает, сегодня отвечают на ваши вопросы психотерапевт, специалист по психологии питания Сергей Гудков. И помогает ему в этом, задает какие-то каверзные вопросы, надеюсь, психолог Ольга Иванова. Тоже машу вам ручкой. Это я. Так, вот так чуть-чуть подвину, чтобы не было моего лица на весе. Так, вот. Ну что, будем начинать? Ну да, конечно, конечно. Итак, Сереж, скажи, пожалуйста, вот очень много вопросов нам поступило по поводу питания, потому что кто-то, наоборот, вот замечено было, что ушли прям без конца продолжают что-то жевать, да, какие-то сложные, готовят, все там ушли в кулинарию, начали там печь, стряпать, там готовить какие-то необыкновенные вообще блюда. Вот. Кто-то начал, наоборот, говорить о том, что, ну, все, уже не могу. Так, что же нужно нам есть во время карантина и длительной самоизоляции? Да, хороший вопрос. Ну, идеально, конечно, как я говорю, это интуитивное питание, это высший класс. Но перед тем, как наладить интуитивное питание, многим нужно наладить просто нормальное питание. И есть, я когда работаю с клиентами с расстройствами пищевого поведения, план марш и херен, план питания, вот запомнить очень просто, пять пальцев на руке, пять пальцев на руке, там пять пунктов, три плюс два, ну, может быть, три плюс три, то есть три основных приема пищи, два, ну, или три дополнительных перекуса между ними. Основные приемы пищи, как мы уже знаем, это завтрак, обед, ужин. Ничего нового я пока не говорю. И содержание вот этих основных приемов пищи, там есть сложный углевод, вот во всех трех есть фрукт или овощ, кальциосодержащий продукт. В обед и ужин добавляется белок, жир, продукт по вкусу. То есть, ну, вот, буквально все крутится вокруг пяти пальцев, но иногда добавляется один. На перекус все, что угодно. Вот есть очень-очень короткий. Подскажи, пожалуйста, почему важно кальциосодержащий продукт употреблять? Для того, чтобы насыщение было полным, это раз. Во-вторых, у нас кальций в организме используется для кучи разных процессов. И если будет его дефицит, вот, один из вопросов, на который мы будем отвечать, вот, что такое съесть, чтобы закорошело, да? Вот, в том числе есть обратная ситуация. Когда мы чего-то хронически не едим, и мы чувствуем себя плохо. Это реально голод. То есть, можно съесть... Ах, знаете, вот есть такой анекдот. Есть такой анекдот. Он, я его иногда рассказываю, он такой циничный армейский анекдот. Беседуют два генерала. Значит, американский и российский. Ну, и американский генерал говорит российскому. Знаешь, вот наши солдаты получают в день 4 тысячи килокалорий. А, вернее, не так. Сколько килокалорий получает ваш солдат в день? Ну, российский говорит. Наш солдат получает в день 4 тысячи килокалорий. Американец говорит. А нашим, в случае чего, мы выдаем до 8 тысяч килокалорий. Наш генерал смотрит на него. Слушай, брат, врешь ты все. Ну, солдат не может съесть два мешка брюквы. То есть, как набирать вот эти килокалории, это тоже большой вопрос, потому что нам нужна энергия. Но кроме энергии нам нужны питательные вещества. И если мы хронически чего-то недополучаем, вот я, у меня есть некоторые знакомые, которые придерживаются вегетарианства. И они все время чего-то жуют, чего-то жуют, жуют, жуют. Я подозреваю, что им не хватает нормального белка, особенно в наших условиях. И они чувствуют вот эту неудовлетворенность и пытаются интуитивно добрать. Но если в картошке ее нет, ты хоть там мешок картошки съешь, ты не доберешь. Поэтому план Марш и Херин предусматривает основные группы веществ, которые должны быть. Он покрывает вот самые базовые потребности, чтобы уж точно все было закрыто, чтобы не было вот этого желания все время чего-то есть, чего-то жевать, потому что чего-то не хватает. А такой я встречал у своих клиентов и у знакомых много раз. Поэтому нужны эти кальцисодержащие продукты. А где они содержатся? Это молоко, кисломолочные продукты, ну, еще если есть соевый творог. Вот там тоже считается молоко. Хорошо, спасибо. Вот знаешь, еще такой вопрос. Еще раз, давай так, чтобы для тех, кто нас смотрит. Пять. Три плюс два. Три основных приема пищи, два дополнительных. Основной прием пищи сложный углевод, но это классический хлеб, макароны, какие-то крупы, овощ или фрукт, кальцисодержащий продукт. И все три приема пищи это должно быть. Но на обед и на ужин добавляется белок животного происхождения, ну или хотя бы просто белок, плюс продукт для удовольствия. Ну, продукт, еда, конфетка, печенька, все что угодно. На завтрак это тоже можно, но это по желанию. А на обед и на ужин это прям подчеркивается, что нужно. И два перекуса, ну там что угодно. Вот так. Вот это нужно есть. Для тех, кто наладил нормальный план питания, у кого хороший контакт со своим телом, тогда уже можно варьировать, прислушиваться, чего я хочу, сколько я хочу. Но пока это не сделано, бывает сложно перескочить от какого-то питания совсем нерационального, нерегулярного к интуитивному. Вот знаешь, еще спрашивают очень многие сейчас о том, что изменилось вот в самоизоляции во время карантина, изменилось пристрастие, ну вообще питание, не только вот по часам, например, но и по тем продуктам, которые человек употребляет. Например, многие стали употреблять так называемые вредные продукты, ну там чипсы, кириешки, газировку, там что-то вот такое, да? Да, да, да. Такие. Вот как ты можешь это объяснить? Почему человек вот начал, есть вот эти неправильные, запрещенные продукты? Почему вдруг потянуло на всякую гадость? Да, 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 да. Да, да, да. Ну давайте так, я периодически читаю лекции в нашем госуниверситете, она в круте эти психологии меня приглашает, и как-то мы как раз обсуждали пищевое поведение, Наталья Николаевна Корловская, она приглашала меня, она говорит, за тобой прям надо записывать некоторые фразы, я аж сам это запомнил, я читаю лекцию и говорю, что в гости с укропом не ходят. О чем это? О том, что у нас еда, кроме правильности, полезности, обладает еще какой-то эмоциональной нагрузкой. И часть еды, особенно если отношения с едой не урегулированы, предназначена для того, чтобы получать то, чего человек недополучает, я имею в виду в эмоциональном плане, или даже в нейрологическом, когда не хватает тупо вот сенсорной стимуляции. И другая часть, наоборот, помогает успокаиваться. Так вот, чипсы, кириешки, не знаю, всякая там Кока-Кола, это же не просто так еда, да? Вроде бы с одной стороны она мусорная, а с другой стороны, с чем вот эти вот продукты ассоциируются? С чем? Ну, с какой-то беспричностью, наверное, там с расслабленностью, да? Давай спросим у наших слушателей, вот сейчас кто нас слушает, напишите, пожалуйста, да? Чипсы, кириешки, Кока-Кола, может быть, семечки, еще что-то. С чем это ассоциируется у вас? Какие воспоминания, может быть, эмоции, может быть, какие-то события, ситуации всплывают? И если есть какой-то ответ, я буду очень рад. Мы немножко подождем, может быть, кто-то и напишет. Тут нет неправильных ответов, как есть, так и есть, да. Тогда будет проще отметить наглядно. Да, с чем? Так, праздник общения туса, понижение тревожности, дружеские встречи, да, что, так, про проживать, просто проживать перед сериалом. Да, спасибо, что ответили. Пока все ответы, да, спасибо. То есть вот этот праздник туса, это как раз то, чего нам уже больше месяца не хватает, правильно? И интуитивно мы ищем хотя бы вот эти символы, то, что может быть с этим связано. Поэтому именно вот эти продукты, которые связаны вот с этим. Но опять же, да, у кого какое значение? Часто вот эти снеки и шипучие напитки, это действительно праздник. Но у кого-то это может быть способом снять тревожность, потому что у еды... Да, 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 да. Да, потому что у еды есть такое свойство снимать тревожность, помогать справляться с эмоциями. Вот еще спасибо, что ответили. То есть это, знаете, как фига в кармане, что... А я все-таки могу. Да, да, да. Какое удовольствие получить. Знаете, это напоминает мне из детства, когда говорят тебе, нельзя, а ты раз запрет нарушил, такой ходишь с хитрой выражением, типа, я все равно сделал по-своему, я съест, надо мной нет вашей власти. Ну, как-то так, да. Вот, поэтому эти продукты сейчас, сквозь вот эти все барьеры, что нельзя, это неправильные продукты, они прорываются. И еще потому, что большая часть нашего внимания уходит на что-то другое. То есть если раньше, когда стресса не было, у нас внимания хватало там, но то у нас все... Так, здесь контроль. Сейчас на этот контроль может просто не хватать сил, потому что ситуация непростая. Угу, угу. Ну, вот такие дела. Да, поэтому эти продукты сейчас вывезли, будут. И еще был ответ, да, просто погрызть перед телевизором. Ну, это вот добавить впечатления, добавить вкусов, чтобы были какие-то ощущения. Потому что сенсорный поток у нас сильно упал. Да, ну и плюс это же у нас базовое, да, вот что-то зажевать, вот успокоить себя таким образом. Да, да, да. Жевание, это же вот очень агрессивный акт. Угу. Как там, да, лучше жевать, чем говорить. Иногда, да, лучше там, чем сказать что-то не то. Угу. Вот время занять, да. Опять же, да, скука. Скука. Это некое переживание, что вот я вроде бы с одной стороны должен делать что-то полезное, с другой стороны, я это не хочу, вот этот внутренний конфликт, а пойду я там пожую, чтобы отвлечься от этого. Да, это еще способ такой, как это называется, стратегия совладания, когда мы вместо того, чтобы что-то делать, уходим в сторону. Ну, пока ем, меня вроде нельзя трогать, и все. Что вы как-то расстаете. Да, да, да. Я бы сказал, что вот что. Еще имеет значение предыдущее нагнетание ситуации, потому что чем ужаснее были эти продукты вот здесь, чем больше мы утвердили, что это нельзя. Но оно же как, чем больше нельзя, тем сильнее хочется. Тем сильнее падают эти барьеры, и в какой-то момент хочется вот за все это предыдущее время, что, условно говоря, упустили, оторваться. Но так и происходит. Я бы, и сразу такой вопрос, да, что с этим делать, все-таки нельзя. Вот лучше понимать, что не надо с этим сильно бороться, по крайней мере, сейчас. Если у вас нормально налажено питание, помним, в плане ваших элитов, два раза есть продукт для удовольствия. Если вам от этого классно, ну, запланируйте вы. Вот не боритесь, скажите, да, ладно, поем я эти чипсы, и ладно, будем грузировку. Потому что чем больше борьба, особенно в этих условиях, тем больше вы будете проигрывать, а это нехорошо. Поэтому лучше себе разрешить, тогда напряженность становится меньше этих продуктов, через какое-то время становится меньше само по себе. Ну, вот пишут про курение то же самое, да, но я предлагаю об этом чуть-чуть попозже поговорить. У меня там тоже есть вопрос про курение и еще кое-что. А еще, Сереж, подскажи, пожалуйста, вот добавок к тому, что мы себе сейчас что-то разрешаем, да, мы пытаемся урегулировать, ну, так же, как я, например, говорила, проводим режим дня, да, планируем себе день, чтобы не перепутать, не просто день с ночью, а чтобы какой-то порядок внести, который позволит нас успокоить, да. Вот пищевой порядок, он тоже имеет место, то есть если есть 5 приемов пищи, тоже мы будем спокойнее, потому что мы знаем, что, когда мы, допустим, будем кушать, да. И вот здесь можно ли добавить в рацион какие-то витамины, если человек не может сейчас, например, ну, сдать анализы, либо у него, ну, их просто сейчас нет, но какие-то витамины хочется, ну, чтобы для здоровья, может быть, сделать, да, или так же себя успокоить, что я забочусь о себе, забочусь о своем здоровье. Ну, я бы сказал так, что, во-первых, с витаминами сложная история, у нас до конца нет таких нормальных, надежных, простых клинических рекомендаций, что нужно, когда принимать, то есть, скорее всего, гиповитаминоз есть, но по каким витаминам там надо делать исследование, но есть и второй же пласт, вот это наше психологическое состояние, поэтому для простоты, для спокойствия, какие-то поливитамины для профилактики, будем считать, что они работают, ну, как вот этот волшебный жест, да, я вот это делаю, примерно так же, как он сейчас маски носит, вот маска на подбородке висит, да, ну, вроде в маске человек вышел, все, я не заболею. То есть, какие-то самые простые поливитамины именно вот для того, чтобы... Поливитамины, как там написано, да, выбрать простые, причем именно простые, потому что если мы, ну, нам же хочется, мы придем в аптеку, нам скажут, что вот, знаете, есть там, условно говоря, это простые, это вот у нас делают, это ерунда, вот эти вот хорошие там делают в Израиле, да там такая редкая соль и так далее, дорогие витамины чаще подделывают, поэтому простые, состав примерно один от них. Хорошо. И больше не заморачиваться на эту тему. А вот скажи, пожалуйста, можно ли вот эту вот привычку как-то вот упростить, чтобы привычка, ну, допустим, пятиразовое вот это питание, да, привить или какие-то еще пищевые привычки, например, выстраивание, ну, вот белка, соотношение, да, с кальцийосодержащими продуктами, еще чего-то. Можно ли предложить нашим слушателям какой-то способ, как эту привычку привить и закрепить? Хороший вопрос. Видишь ли, у нас, кстати, был, по-моему, вопрос, да, вот, ну, то, что нам присылали, про полезные пищевые привычки. И это правильная идея, что еду нужно планировать. Вот какие полезные пищевые привычки есть? Это планирование еды, потому что, когда мы думаем, что у нас будет, там, раз, два, три, может быть, не жестко по часам, это тоже неправильно. Если мы себя кормим ровно по расписанию всегда, не тогда, когда хотим, а когда срабатывают часы. Но мы знаем, что будет завтрак. Если не всем, то всем 30 или, может быть, 8, в зависимости от того, как вы встаете, и так только вы почувствуете сигнал голода, что будет обед, да, будут вот эти маленькие перекусы. Что у нас есть регулярность, да, вот это вторая правильная привычка, что мы питаемся регулярно, а не так, что пришли домой вечером, когда все вот эти впечатления схлынули. Но я говорю о ситуации, которая была до этого. Тут, наконец-то, ринулись на кухню и, конечно же, переели, потому что голод накопился. И третий момент – это осознанность, когда мы, ну, чего хочу, а может быть, рыбы сегодня, а может быть, чего-то молочного больше, нет, давай-ка лучше я гречку и так далее, и так далее. Хотя бы вот эти три пункта важны. А для того, чтобы эту привычку вести вот так методично, не знаю, размеренно, мы знаем, что потребуется несколько недель. Для людей, которым больше, чем 20 лет, ну, это 6, 8, 10 недель. Ну, считайте, пару месяцев. Особенно, если эти условия сохранятся. У нас же сейчас что? У нас жизнь другая пришла. Вот реально пришла другая жизнь. Что мы сидим дома, мы не знаем, есть куча неопределенностей. И наши старые привычки, когда мы знали, что я пойду на работу, пообедаю там, в этой столовой, не закончили. То есть нужно сейчас сформировать, ну, нужно, полезно, новые привычки, что будет обед, будет ужин, что мы пойдем все посидим там, выполним вот этот наш обычный ритуал. Да, то есть это прям целенаправленное такое осознанное, я бы сказал, внимание к тому, чтобы это сформировать. И это будет не быстро. Такого нет, что вот, знаете, Сергей Владимирович сделал гипноз, слушателям этого прямого пира, и у всех сразу правильную пищу выключить. Да, дай нам такую установку, пожалуйста. Ривычка отстраивается чем? Регулярно повторение. и вначале нужно внимание что вы думаете об этом это нормально кстати да вы думаете когда вы перестраиваете привычку я бы сказал так что внимание к еде наверное это не то что должно быть совершенно автоматически в какой-то момент что всегда есть вот эта доля осознанности что да я я буду есть чего я хочу пусть я прислушиваюсь и телу потом действую исходя из того какие сигналы получил если я не хочу но время пришло стоит или нет хорошо если у вас нормально выстроено питание в остальном не стоит если у вас проблемы с едой есть когда у вас вам кажется что я слишком много ем поэтому я этот прием пищи пропустила вот вчера кстати было было вообще ужасно передание сегодня надо попроститься вот тогда нужно вначале наладить нормальное питание а если вы так регулярно питаетесь и вдруг сегодня но неохота совсем не лезет не надо себя пичкать особенно я напомню это касается детей потому что у нас же есть привычка не хочет ребенок есть оставьте его в покое здоровый ребенок от голода не помрет он придет поезд два часа или полдня не будет но если вы не хотите есть день другой третий вот тогда да тогда вопрос что там может быть и или вы заболели или это рпп ну и все знают теперь да что если у вас есть какая-то тревожность по поводу питания вы знаете к кому обращаться мы мы работаем для вас конечно конечно хорошо а вот еще знаешь такой вопрос какие продукты вообще вот желательно исключать из своего рациона вот особенно сейчас когда мы большую часть времени но вот проводим дома да нам не так много куда можно ходить вот какие желательно исключить продукты сильно перекликается с тем вопросом на который мы уже отвечали я ем чипсы и пью колу то ну то есть вот все-таки побаловать себя можно но не злоупотреблять правильно да потому что как только мы делим продукты на то что вот это полезно этим надо питаться а вот это вредная это не буду есть ни за что хотя хочу создаем то самое напряжение я периодически говорю что такое расстройство пищевого поведения это неоправданно высокое внимание тем что вы делите продукты на эти две категории вы сами создаете вот это напряжение не надо есть продукты которые вы едите часто есть продукты которые не вы едите редко и может быть даже самый опасный продукт условно в кавычках самый вредный специально стоит съедать хотя бы раз в год чтобы знали что вы не боитесь это есть но у вас нет этого запрета что вы можете но вы не хотите или чтобы напоминать телу как тело воспринимает этот продукт за исключением пожалуй если у вас есть соматическое заболевание вам противопоказано например у вас желчокаменная болезнь вам нельзя определенно сильно жирная сильно острая ну тогда не стоит это иногда немножко что-то чуть более острое нужно съесть чтобы хотя бы вкус спасибо серёж еще вот по питанию вопрос мы вот немножечко задели тему там допустим что можно что нельзя вредные полезные продукты и кока-колу затронули у меня в принципе вопрос вот такой что такая тоже вот ты анекдот рассказал про брюкву да у меня тоже такой есть анекдот что не переставайте искать свое счастье но помните что бутылочку сухо красного сухого найти легче понимаешь вопрос то есть вот а какие напитки улучшают настроение самоизоляцию эти напитки я почти каждый вечер вижу как вот тут недалеко от меня есть красное белое мужики выходят прям с сумками этих напитков и а некоторые начинают улучшать настроение прям не отходя от крыльца сразу же если мы говорим про напитки особенно про алкоголь и напитки мы помним что до сих пор нет определенного мнения вот недавно были какие-то публикации до что даже малые долзы алкоголя вредны потом были новые публикации вот самый последний что кажется это не так и надо спокойно смотреть то есть в принципе когда у нас все умеренно насколько я помню многие долгожители не отказывались от алкоголя не употреблять но опять же вопрос в принципе наверное и немножко алкоголя можно если у вас с этим нет проблем если вы не так что после первой рюмки ну как история от одного из наркологов из моих коллег как он рассказывал что после очередной госпитализации клиента спрашивает клиент уже хронический уже не раз было ну что как дела тут то знаешь а госпитализация была летом в декабре думаю подготовиться к новому году ну держался держался потом чуть-чуть выпил не горит раз рюмочку налил себе и выпил а потом горит смотрю уже 9 мая то есть чтобы вот если там его нет какая-то доза считается там несколько дринков ничего страшного 3 бокала по моему большого бокала не крепкого вина почему нет или стопочка крепкого напитка пожалуйста но опять же если вы если это у вас все время если у вас это и вы начинаете отмечать что вместо того чтобы что-то сделать у вас drink если у вас эмоции у вас drink как способ транквилизации у меня кстати такие клиенты были которые думали что они алкоголики мы собирались что мало было много алкоголя но еще алкоголь не успел перейти в опасную в опасную зависимость алкоголь был нужен для того чтобы справляться с тревогой если у вас такое то лучше все таки не посмотреть на причину с не разобраться потому что вот эта граница на тонко сегодня ты как у японцев начале человек пьет сакэ это японская водка потом сака пьет сакэ потом сака пьет человек я еще тоже я еще такой пример всегда привожу что алкоголь также как ну допустим наркотические вещества да это как банк русский стандарт во времена перестройки кредит дает легко и очень большую сумму да но потом очень большой процент всегда спрашивает поэтому когда мы вот эту меру не знаем да потом приходится нам почему тяжело да потому что приходится отдавать очень большой процент вот а что касается тревожности вот я понимаю так что это также можно провести параллель и с тем что начали допустим больше курить также как вот ну там чипсы перриежки то есть это вот все вот сюда то есть то что доступно то что то что помогает снять тревожность почувствовать себя там что я могу это сделать позволяю себе да то есть мне хотя бы что я не так сильно страдают этой тревоги сейчас да традиционно у нас все-таки в обществе немножко традиции осталось то есть мужчины больше в алкоголь до женщины больше к еде социальные правила предписывают все осознанно и все под контролем должно быть но да осознанно осознанно то есть отдаю себе отчет отдаю я имею ввиду контроль да я понимаю что за этим последует хорошо а вот не совсем может быть связано с питанием но мы проговаривали в частности с тобой да и заявили о 150 упражнений которые я не делаю также вот многие сейчас жалуются на то что очень любили спорт всегда до самоизоляции там регулярно посещали спортивный зал да там либо но дома тренировались бегали по утрам например там ну не знаю там кто-то йогой кто-то еще чем-то а сейчас вроде ну как дома же тоже можно делать элементарный какой-то фитнес там что-то еще но человек вообще не может себя заставить заниматься дома хотя он как бы любит спорт и понимает что тело тут же отзывается и как-то начинает плыть там или еще что-то да а вот почему это происходит и если способы справиться вот с таким внутренним протестом во первых давай мы разграничим чаще всего трудно начать заниматься если человек это не делал насколько я знаю ну по крайней мере вот в нашей команде фестиваля время жить у нас преподаватели есть она как занималась так она и занимается она и дома все равно занимается на куда-то не едет на выезд она там занимается если привычка встроена и для тех кто раньше дома занимался у них скорее всего так и осталось а для тех у кого это привычка была встроена но она была вне дома вот тут возникли вопросы у нас сменился контекст у нас много ассоциаций что там я работаю там я тренируюсь у меня активно физически домой прихожу дома условно я ем полчаса смотрю в телевизор или туплю соцсети и потом сплю то есть это место где я не напрягайся набро теперь контекст изменился вот эти контексты внешние они по почти выпали в некоторых людей но ассоциации остались что дом это место где я вот это состояние она связана со всем что человек делает дома сказал что если у нас так дальше продлится все непонятно продлится нет но может скорее всего есть смысл создать специально внедрять в себя что теперь дома это место где я и расслабляюсь где я и напрягаюсь и может быть часть физ активности тоже дома и если я начну работать из дома продолжу это и рабочее место но менять ширмочку какую-то ставить там переодеваться вплоть до того что меня теперь активность дома это прямо осознанно делать опять несколько недель это правило вводить им второй аспект очень важно почему потому что это был целый ритуал особенно для тех кто ходит зал я собираю форму я эту зал там привет привет мы в какой-то группе людей чаще всего то есть это поддержка не только я один одна такая чего-то не умею да еще у кого-то трудно учатся но мы там шутим то есть есть вот этот важный элемент общения и конечно сложный третий аспект обычно те те люди которые нормально занимаются они что они оплачивают какой-то абонемент вот что папа денежки-то сгорает если ты не пойдешь день поэтому здесь по крайней мере для того чтобы дома заниматься важно найти элемент и принуждение элемент удовольствия тоже потому что для многих из нас это она связана я иду в зал где нам так долго работаю но это же такое удовольствие потом от того что я это преодолеваю на дома я тот же самый объем нагрузки выполню я столько удовольствия может быть не получу потому что нет вот этой социальной поддержки и здесь я думаю что дома стоит начинать с крохотных шагов что я делаю в начале хотя бы две минуты какие-то упражнения я тянусь чтобы почувствовать больше вот этих ощущений пару раз приседая пару раз падаю потом лежу в шавасом не полчаса вообще мое любимое упражнение но внимание к телу возвращаю потом я добавляю еще одну минуту потом еще одну то есть вот так по чуть-чуть и находя намного больше удовольствия и я бы здесь еще в качестве принуждения добавил бы вот это вот то что так называемый негативный мотивирующий образ что если я это не буду делать то через какое-то время моя физическая накопленная форма теряется теряется ее восстановить нужно там несколько недель а то и месяцев что я скорее всего буду хуже ходить хуже дышать и так далее и так далее то есть вот негативный аспект я бы добавил здесь которые прям подталкивают вплоть до того может быть что с кем-то из друзей с знакомых из родственников договорился что кто-то меня проверяет но я тоже кого-то проверяю так ты сделал сегодня упражнение нет вот те штраф какой-то нет оплаты фитнеса но есть система штрафных санкций да то о чем я сказал это просто идеи на вскидку вот набор всего но опять же это некое волевое усилие такое планомерное это последствия всякие разные то что я понимаю то что может быть если меня это не мотивирует то найти то что прям мотивирует что условно если отдам тысячи рублей следующий раз мне будет жалко поэтому я не буду пропускать я с кем-то договариваюсь с надежным человеком который меня прямо спрашивают то есть последствия какие-то и удовольствие конечно же и прямо это делать регулярно то есть также получается как с любой привычкой до поставить себе осознанно что вот я это делаю хотя бы по чуть-чуть хотя бы там два упражнения хотя бы пять минут в день и потом потихонечку увеличивать при этом вот как ты говорил да просто повторим что это должна быть зона выделенная какая-то в квартире да что я это делаю именно вот в этом месте а не перемещаясь по всей квартире и да и какой-то обязательно ритуал то есть все я допустим переодеваюсь да что вот сейчас у меня спортивные упражнения опять же наш мозг наша психика воспринимает вот эту смену и воспринимает обстановку что это не только дом а это еще и место для физических например каких-то упражнений это как раз вот те самые триггеры спусковые крючки цеплены с этой деятельностью чем их больше чем больше мы сумеем сделать этот переход я бы сказал так вот у нас есть идентичность это определение ну кто я такой и у идентичности есть всякие разные грани например я который там условно консультирует когда я рассультирую клиенты это одна часть идентичности я до самоизоляции ходил в бассейн я который пришел бассейн и плава это немножко другая идентичность если я после консультации иду все равно это проходит какое-то время какое-то место я перенастраиваюсь и как бы переключаясь между этими состояниями здесь тоже самое что время подходит я иду там условно иду в туалет переодеваюсь я готовлю себе какой-то коврик если нужно это то что помогает нам перейти вот в эту другую грани включить друг друг другую обстановку включить другое состояние себя настроиться хорошо что еще какие на какие вопросы мы с тобой еще сегодня не ответили тут еще был момент влияет ли еда на психологическое состояние я хотел сказать вот про что у некоторых сейчас я это видел что кто-то пытается сесть на диету или питаться правильно типа наконец-то время есть вот этого сейчас делать не надо огромная психологическая нагрузка у всех мне некоторые клиенты говорят что ну вроде бы вот с тем вопросом с которым мы работаем все в порядке да при этом как-то вот тяжеловато стало я не думаю что это только у них да нет это не только у них это у всех так сейчас потому что у нас много неопределенности наш мозг любит определенность когда все понятно что завтра выходные на следующей неделе зарплата условно говоря не может сказать что там как дальше дальше будет так вот не надо себя сейчас истязать добавлять себе какие-то вещи особенно это плохо когда мы пытаемся сократить объем пищи и впадаем состоянии голода есть специально даже нарисовал вот эту аббревиатуру халь когнитивно-поведенческой терапии там в дебяти в диалектико-бихриворальной есть такое понятие как факторы уязвимости особенно это часто используется когда у человека какие-то зависимости там расстройство личности ангри голод энгри злость лона ли это одиночество но считается как недостаток социальной поддержки усталость то есть это те факторы которые облегчают срыв независимо от того и был человек зависимым он игроман был или у него там были вспышки агрессии какие-то то есть вот голод первая часть которая снимает вот какую-то часть нашего внимания усугубляет наше состояние поэтому особенно сейчас когда это и так ситуация не самая благоприятная это точно нужно иметь ввиду если сейчас мы себя посадим на какую-то диету добавим себе каких-то ограничений то соответственно у нас увеличится и тревожность и недовольство тем что происходит и отсюда там и возможно либо в агрессию в злость уйдем да либо ну будем разрушать себя потихонечку под психосоматики потом про них в криминальной хроники да да я не выдержала самоизоляции поэтому особенно женщин да сейчас сначала все начали печь тортики дома да и готовить что-то такое вкусное калорийное а теперь говорят о скоро же это должно все закончится тем более уже лето у нас скоро на пороге приводить форму сяду-ка я на перловке посижу там или на гречке это и раньше ни к чему хорошему не приводило сейчас особенно потому что это будет дополнительная нагрузка ресурс это у нас не бесконечно поэтому лучше оставить эту идею в покое поэтому пятиразовое питание как вначале сергей сказал пятиразовое питание 3 плюс 2 разрешаем 6 компонентов на основной прием пищи это сложный углевод овощ или фрукт это кальций содержащий продукт каждый раз плюс на обед и на ужин это белок жир и продукт для вкуса это конечно планирование это осознанность и смена контекста то есть если мы хотим какую-то привычку внедрить нам нужно как можно больше вот этих триггеров запускающих факторов ассоциации которые эту привычку связывать с этим временем с этим местом вплоть до того что у нас есть какой-то прямо не знаю календарик там знаете как вот в детстве там ты всю неделю заправляешь заправляешь кровать без напоминаний каждый день ты ставишь звездочку в конце недели тебе там какой-то приз будет вот здесь тоже самое и то же самое касается физической активности последствия и удовольствия и регулярности постепенность мы начинаем с маленьких выносимых потому что если вы сегодня сделаете 150 отжиманий в течение дня потом вас болят мышцы вы говорите нет это способствует тому что самооценка стала еще хуже опять взялись поэтому лучше по чуть-чуть но каждый день пусть это будет два раза два упражнения каких-то сделали да или через два упражнения 10 минут шавасане моей любимой асане из йоги что каждый день что-то сделали это регулярно усилия маленькая пусть не идеальная там я бы сказал там на троечку с двумя минусами но каждый день по чуть-чуть на что-то сделали это лучше чем два раза в неделю идеально сделали потом совсем сдулись спасибо друзья если у кого-то еще какие-то вопросы чтобы вы хотели еще услышать по питанию как помочь себе в самоизоляции пока до время у нас еще позволяет привет позволяет но тогда мы немножко подождем если будут вопросы мы на них ответим пожалуйста пишите вопросы если есть тем более точно развернуто вы пишите тем проще на него ответить спасибо я вижу этот поток сердечек спасибо я люблю когда такие сердечки как пузырьки да 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 ночью можно кушать сереж лучше съесть лучше съесть если очень хочется чем сказать тебе нет я не буду есть потом ходить с этим напряжением потом опять сорваться да немножко можно так хорошо еще какие вопросы у нас есть опять же возвращаемся как сергей говорил интуитивное питание слушаем свое тело тело очень мудрое но все знает она знает что когда сколько нам нужно поэтому вот внимательно слушаем себя так вот еще у нас вопрос семечки снимает напряжение вот до семечек еще если сбила режим ложусь спать в 3-4 часа утра да это тоже проблема в многих режим инвертировался должен признаться я и сам тоже несколько недель назад накачал книжек и как ринулся зачитываться кто-то ест да кто-то читает видимо тоже что-то было ну я вот прям по кусочкам возвращала режим обратно ну хотя бы там уже не до шести утра хотя бы до часа да то есть потихоньку возвращаться обратно маленькими кусочками да то есть вы начинаете ложиться на 10 на 15 минут раньше на полчаса раньше как получается ну и опять же есть смысл придумать себе какое-то вознаграждение что более-менее вернулись в режим в нем держитесь недели вот это вознаграждение через вторую неделю вот еще тебе вознаграждение и может не может быть какое-то последствие может быть какое-то последствие вот так например если я тоже но это мой способ если я бывает ну крайне редко бывает но вот было как-то не спится я думаю что я буду лежать просто так тогда я стал мыть полы и решил что если я не сейчас вымою полы и лягу спать и не усну я опять встану и буду мыть полы да то есть такая терапия спать и все мне больше не потребовалось да был вопрос про семечки снимают ли они тревожность и вообще как справиться с тревогой если нельзя ни алкоголь ни наркотики ни еда семечки немножко снимают напряжение да потому что там есть вот это усилие все-таки жевание агрессивно в таком случае мы действуем по аналогии то есть если есть вот этот отработанный способ я что-то грызу и напряжение снимаю ну пусть будет морковка для снятия напряжения яблоки что-то близко это тоже еда это то же самое но не такое калорийное может быть это сработает ну и плюс не такое калорийное и не так вредящая зуба что тоже актуально вот еще вопрос если аппетит пропал да если аппетит пропал ну я предполагаю что может быть на фоне какого-то события ты пропал но если у вас системно последнее время вообще вообще есть смысл и особенно если вас там бушуют эмоции есть смысл обратиться к специалисту чтобы разобраться это бывает и гипотагическая реакция на стресс а как еще можно справиться с тревогой вот у нас спрашивала лифа как можно справиться с тревогой все эмоции которые у нас есть это же наше биологическое выработанное наследие для чего вот это сигнал что мы должны быть готовы к немедленному действию к физическому что страх что это либо убегать нужно либо драться да то есть наше тело готовится к действию то есть когда у нас есть какие-то эмоции их самый такой простой способ переплавить их в действие в энергичное что-то делать до тех пор пока не успеешь физические упражнения или какую-то полезную работу один из хороших способов еще один способ это эмоцию обозначить обозначить тем что мы говорим ее вслух хоть горшку с цветами рассказываем что я сейчас это переживаю тем что мы ее описываем в дневнике на листочке на каком то тем что мы ее символически изображаем другим способом рисуем лепим из пластилина когда мы держим внутри боремся с ней она продолжается когда мы даем ей возможность развернуться но немножко в другом виде она заканчивается то есть например я сейчас тревожусь моя тревога она вот такая вот такая она она возникает у меня там-то в теле превращая меня в то-то то-то и дальше вот этим потоком вот из себя ее выпускаем ну так чтобы немножко понять не было да либо мы ее танцуем либо мы ее рисуем вот эту тревогу но выпускаем обязательно из себя не держит внутри и плюс еще вот немножко сереж дополню что да тревога обозначает что мы к чему-то готовимся либо это должно быть какое-то действие прям да что то мы сделаем как то мы среагируем либо еще у тела есть такой механизм замирания то есть когда я чего-то боюсь тревожусь я замираю так вот когда мы замираем как бы оцепенение вот это происходит она уходит внутрь вот чтобы опять же из этого состояния оцепенения выйти вот тоже люди говорят что сейчас очень часто вот вроде времени много свободного да но ничего не хочу делать вот просто лежу да и ничего не делаю вот как только обозначили себе что почему потому что я сейчас тревожусь выпустите из себя эту тревогу сделайте вот да потанцевать тревогу да абсолютно верно то есть включили какую-то музыку как я тревожусь и вот пустили тело вот эту тревогу может быть плавно это будет может быть резкие движения но еще раз вот уже сегодня об этом говорили тело наше очень мудро оно все знает не только в пище сколько когда и чего да но и как выразить что-то закрыли глаза там можно завязать повязкой если не можете удержать закрытыми глазами и отпустили тело потанцуете эту тревогу тут еще вопрос если мало редко ешь это нормально не люблю еду но в принципе без нее никак но бывает если у вас не рпп и вы не там где анорексия или близко к ней вам хватает еды вас все в порядке со здоровьем значит вот для вас так хорошо и оставьте это в покое по жизни мало мало по жизни не хочет кушать ну бывает здесь какой ключевой критерий критерий это здоровье если вы себя чувствуете хорошо на такой еде если у вас все телесные функции сохранены вариации по еде бывают очень значительные тогда не надо слушать всех надо слушать себя но если как я говорю со своими клиентами у меня есть девушки подростки с анорексией в терапии периодически мы говорим какой какая минимальная задача минимальная задача набрать вес чтобы пошли месячные что тело показывает что она готова уже там можем быть за многие вопросы спокойно поэтому если со здоровьем более-менее в порядке все всех остальных можете послать куда-то подальше ну да вот некоторые любят покушать я тоже скажу что я люблю покушать да особенно такие продукты знаете как там бутерброд с черным хлебом с красной икрой да не отказывай себе и напитки тоже иногда не не всегда мы иногда как как там по майковскому что после в золоченных залах попивать желтоглазый коньяк но разумно я могу своим опытом поделиться я много лет назад бросил курить бросил курить я курил лет пять но иногда бывает последнее время совсем редко иногда бывает в какой-то хорошей компании я допустим немножко выпью того же коньячка вот прям охота покурить я могу сделать одну-две затяжки в удовольствие а потом раз наступает этот момент что вот прямо но нет этого удовольствия и все я на этом заканчиваю мне кажется вот если есть возможность относиться так к чему угодно к курению знаете что вот она по удовольствию идет на всех уровнях тогда вы в безопасности если вы знаете что у вас там да вот и уже девятое мая ну тогда у нас заканчивается время но еще